итак почти 9 утра всем доброе утро сначала я взвесилась выпила стакан воды теперь буду завтракать на завтрак у меня кофе с молоком и сахара здесь три ломтика сыра и кусочек черный черного шоколада швейцарского то есть я за все время села половинку только где-то плитки запекаю сейчас себе ппшную запеканку будем ее так называть из брокколи сливкой буду завтракать так ребят бегу на работу сейчас полдесятого первый рабочий день после короны ну вообще если честно то как-то не знаю сегодня не входило в мои планы потому что на самом деле на прошлой неделе даже недели за две как бы мы договаривались про хофиш на песах что я как бы наперед делала свою работу но из-за того что как бы меня не было во время короны но у меня официальный больничный ну да ладно я думал хотя бы на вторник если что перенести чтобы сегодня еще быть дома то есть завтра завтрашнего дня рабочий день неделя началась бы вот но видимо из-за того что неделю я отсутствовала несмотря на то что официальный больничный немножко переигрались а я хотела вообще съездить сегодня в кесарию национальный парк там римский фестиваль проходит да от нас это немножко далековато но он всего лишь три дня сегодня второй день на завтра вообще обещают дождь поэтому сто процентов не вариант сегодня единственный шанс и я не знаю я просто в turbo скорости уже с офиса позвонили я говорю иду я на работу иду типа прошлую неделю закрывали больничным но я правда еще его не взяла чтобы сдать ну да ладно сегодня я не планирую туда эти за больничным чем ребят пол первого как вам сказать он сделала утром запеканку сейчас я буду обедать с работы я пришла быстро переоделась на улице синя хамсин у меня заложила ухо как бы я ничего им не слышу правым ухом чем он звонила всех врачей очередей нет на ближайшее время капец самая ближайшая к лору например на это конец апреля если бы острая боль то это значит миюн там или в макет поликлинику надеюсь этого не будет в общем и мы знаете выехали ну выехали до кесари но мы до нее не доехали он там заезжал по работе и так как уже пол первого и мы посмотрели за счет пробок полтора часа ехать вместо часа а там всего до трех поэтому я говорю разворачиваемся едем домой просто если бы я знала что мы все-таки поедем домой я бы заехала магазин и купила красную рыбу замороженную сырой чтобы самой засолить как-то вообще все не по плану так что сейчас буду свою запеканочку эту кушать ребята в общем дубль 2 сейчас уже вечер я сейчас зажим платьишки сделаем жарко хамсин мы вышли и сейчас пройдемся до нашего парка ганаир там вроде что-то такое праздничное это во первых во вторых вроде должно быть световое шоу депутат мои ребят не знаю все это у меня короче с ухом происходит возможно это последствия короны не знаю мне это нифига не нравится вынимали приближающая очередь до лора конец апреля семейный врач я переписала очередь 14 апреля на вторник какой-то апреля я не помню какой-то апреля это 4 на вторник ребят я максимально недовольна потому что в городском парке закрыты туалеты я хотела подойти к зеркалу нормально посмотреть что у меня здесь короче мошкара такая летает капец прям роями и мне по-моему что-то попало в глаз я хотела посмотреть нифига не работает это городской парк серьезно давайте мэрию нажаловаться какого фига да ребят в общем ничего там нет в парке мы пока ушли думаю зайду кальпирин это значит оптика очков а подошла антонова мама говорила что там вообще там смешная цена на какую-то партию еще вы думаете нифига уже не наглядно она была давно уже все офигеть сюда давай зайдем антон я хочу тут сумочку посмотреть антон купишь золото и в ответ тишина а чё так одинок скромно аляня чё как кондитерки закрыть золото а дорогие подписчики скажите пожалуйста кто своей жене покупает золото полно у меня скоро день рождения между прочим 22 мая у меня тоже скоро день рождения 20 мая ну и шо ты злота не носишь кроме обручалки когда я говорил купи мне машину и что говорила мне сам себе покупай машину слышишь ты сравнил машину ой все делали здесь слушай нифига не на не полностью убрали эти решетки вот эти что нет ну они просто здесь ступеньки сделали понял нафига сейчас короче ребят посмотрела 14-кратное золото но почему-то у них очень маленький выбор там в основном на гвоздики на такое одни гвоздики мне там понравились конечно я люблю такое вот интересно здесь это драгоценный металл что это за ювелирка вот но по золото там такие шикарные изделия просто просто глаза разбегаются а на 14-кратное золото очень маленький выбор очень маленький буквально такой манюсинички лоточек знаете и в основном такое вот маленькие гвоздики так вот для деток в общем прикольные такие есть я когда ходила племянницы антону предложила говорю глянь какие там всякие классенькие бабочки сердечки ну короче золотые гвоздики ну игрушку ребенку надо игрушка в общем я хочу посмотреть ремень себе а то у меня один ремень черный мне конечно нравятся более вот эти тонкие черные но мне нужен пошире на джинсы черные возьму ребят это это короче прикол орл один налички то нет а пятна ну как бы 15 шекелей этот самый карточкой не прикольно платить сейчас надо с антону сбегать взять наличку ой блин как я могла забыть что у меня нет налички ну я ее сегодня тупо не взяла выложила сумочки так да нам что-то короче кушать фудкорды мне очень интересно какая здесь оливия что-то там как понять здесь золото есть вообще или нет тоже очень красивые изделия изделия сейчас быстренько он меня вымытикает знаете мы когда когда были в зав каньон вот так вот спросили сумочки типа сколько она говорит 450 и я короче как пошла оттуда ну правда антон первый свалил а вот ну типа и не кожаные были эти сумки и не брендовые потому что как известно даже ну вот да за бренд вы платите увы и не важно бывает не очень хорошее качество но но все равно вы платите за бренд шабачка зая дай денюжку я забыла что я забыла наличку ну смотри я ее выложила дай денюжку да я ж пишу ашрай а 15 шекелей ашраем это какие деньги иди работай не дает не дает не дает 15 шкалим все я с ним не разговариваю ребят ну надо было мне вот именно сегодня выложить деньги наличку а у тебя никогда нету куда не придем то у нее включение то денег нет то еще что то то ашрая нет то ты удалил то я говорю ты с собой вообще что-то носишь или ты ходишь просто так прогуливаешь я все с собой ну я просто а у тебя деньги есть я думаю конечно же есть естественно как его человек выходить без денег без карточек без ничего как тебе что будет отдавать все за красивые глазки или что бесплатно лучше без за картин зала и богу ты такой дешевый бамбам да 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 так ребят мы снова в парке видно смотрите меняли воду в этих бассейнах что через верх прям течет вон на этот свеженькая водичка сейчас я до того дальнего подойду фонтана камера тоже чистили они опять все попереграждали потому что делают сцену ну мне кажется сцену на ее мацмаут это делается хотя это же еще не скоро да какого числа ее мацмаут 20 какого то да сегодня только девятая что-то очень рано они начали делать а здесь не почистили фонтан грязный очень грязный да что-то какая-то несостыковочка первый раз за три и даже не помню за сколько последний раз золото я выбирала на годовщину ой на годовщину на свадьбу обручальное последний раз это я участвовала в ювелирке вообще потом подарили мне кулончик на день рождения но это не я же выбирала не смотрела первый раз за все время подошла и ты начинаешь я не начала ой а что это ты подошла долго просто золото смотреть и если не слышно то видно как ты там показываешь это вот наша делаю как лягушка или я или мэри или как она называется совхоз 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 ты дерево это блин вот оно как грициния стрите да нафиг им твоя грициния подписчикам да нафиг им твоя грициния да нафиг им твоя грициния твоя морда им надо она уже такая вянет а еще и желтая И вот наша вывеска «Люблю Ришон Лицелон». Я не знаю, что это, но очень красивый цветок. Только они в реале красные. А на камере такие розоватые. Я не знаю, что это за дерево, но оно прикольное. Мне нравится. Ребят, а знаете, в чём прикол? А прикол оказывается в том, что походу именно здесь и будет световое шоу на вот этом вот здании. А мы собирались идти вообще к другому зданию, понимаете? Я в шоке. Это то здание, где мы приходили на спектакль осенью. Потому что вот стоит прожектор. Вот так вот. Мы просто случайно здесь проходили и случайно типа это поняли. Что ещё? Будем ждать? Ну, три минутки можно подождать. Но я так понимаю, где три минутки, там и... Только началось. Не успело всё начаться, как всё закончилось. Видите, как израильтяне. Просто садятся вот так вот на плитку. Причём дети, взрослые. Что-то там у них забарахлило. И они выключили. Забарахлило барахнуло. Что здесь будет непонятно. Опять обратный отсчёт, да, судя по звуку. А то есть, да, судя по звуку. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok